На республиканском рынке труда нет напряженности. Как в Чувашии исполняется программа в области занятости, обсудили сегодня члены правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ситуация на рынке труда стабильна. Безработица в республике снижается. Большинство тех, кто обращается в центр занятости, находят постоянную работу. Число участников мероприятий в текущем году должно составить более 79 тысяч человек. В январь-октябрь приняли участие 71,2 тысячи человек. Это 90% от годового плана. Основные показатели – это трудоустройство. Трудоустроено 36 тысяч человек. Это один из лучших показателей в Российской Федерации. И по ряду других показателей, по которым оценивается работа органов службы занятости населения, Чувашская исполняка находится в 10 лучших субъектах Российской Федерации. Приоритетное внимание – это трудоустройство инвалидов. Трудоустроено с начала года 625. Тем, кто обращается в органы занятости, помогают повысить квалификацию и открыть свое дело. Увольняемых работников ставят на персональный учет. Проблем с трудоустройством в республике нет. В базе данных порядка 20 тысяч вакансий. В текущем году было уволено 1573 работника по причине ликвидации организации или сокращения. Трудоустроили мы из высвободившихся 1170 человек. Это 75% от численности уволенных. Чувашка транспорта по коммунальным технологиям уже высвободились, по Фаджикури. Не ухудшится ситуация у нас как? Пока по предварительным данным ухудшения в целом не должно быть. И люди к нам обращаются, и мы их тут устраиваем. В Чувашке-то встречи вы проводили, коллектив нормально это воспринимает? Был организован информационный стенд, ролики и слайды показывали, какие есть рабочие места, в каких организациях, какая там заработная плата. Члены правительства подвели и итоги мониторинга цен на медицинские препараты. В республике, отмечают Минздраве, продолжает снижаться размер надбавки к стоимости лекарств. Является одними из самых низких среди регионов ПФО. Ежемесячно мониторируется около 6 тысяч торговых наименований лекарственных препаратов, входящих в период тюндженового ПФО. Из 14,5 тысяч торговых наименований, находящихся в обращении на территорию Чувашки-республики. По данным мониторинга ценовой доступности, в рамках госпитального сегмента произошло снижение цен по сравнению с прошлым годом на 2,7%. В этом году регистрируется незначительное повышение различной цены по всем ценным группам в жизни необходимых медикаментов. Председатель правительства Иван Моторин поручил продолжить мониторинг цен. На стоимость препаратов влияет и централизация закупок, благодаря которой было сэкономлено порядка 80 миллионов. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вилеев, Республика.